здравствуйте дорогие друзья у нас с вами середина ноября близится к концу садовый сезон это нижегородская область средняя полоса у нас уже стабильный минус и промерзла земля больше не оттаивает и впереди вроде бы у нас серьезных оттепели не предвидится вот спрашивали о подзимнем посеве когда же все-таки можно начинать дорогие друзья вот опять же ориентируйтесь по погоде а не по срокам я уже говорила что подзиму можно сеять даже в декабре с учетом того что у нас вот так отодвинулись вот эти вот осенние оттепели очень продолжительные бывают и вот даже в декабре месяце вы сами знаете и капает и дождик моросит и под новый год мы ждем снега его все нет и нет поэтому вот именно ждите хорошей погоды чтобы была замерзший земля и впереди не было этих оттепель почему это так потому что семена могут прорасти лопнула у них вот эта оболочка и они погибли от морозов сегодня я покажу вам как сеять дельфиниумы это растение которое относится к таким у которых семена имеют длительный период покоя и они всходят только после стратификации то есть вот именно подзимний посев он нам дает естественную стратификацию если мы этим семена будем хранить дома будь то собранные собственные семена или купленные в магазине то весной мы должны им будем обеспечить искусственную стратификацию то есть нужно будет посеять плошечку убрать в холодильник и там определенное время выдержать и только после этого на окошечко чтобы у нас там появлялись всходы о том как сеять дельфиниум у нас есть подробная статья на нашем сайте садовый мир вы там можете все это прочитать сейчас вот смотрите это у меня семена которые я собирала вот буквально три дня назад я их срезала на своей клумбе это у меня семена от второго цветения дельфиниума то есть они успели созреть и вот я собираюсь их посеять в магазине можно точно также купить семена только смотрите чтобы они были свежие потому что семена дельфиниумов очень быстро теряют схожесть и в течение года семена если вы храните вот там уже прям 30 процентов остается этих схожих семян поэтому на срок годности особое внимание а еще лучше смотрите год сбора семян на некоторых семенах бывает так вот написано если вы покупаете семена дельфиниума и не собираетесь сеять под зиму хранить их обязательно в холодильнике то есть вот эти пакетики просто завернули еще в полиэтиленовый пакет и убрали там холодильник на полочку на какую-то вот это такие правила дальше а сортовом разнообразии я хочу рассказать вот этих дельфиниумов дорогие друзья они сейчас очень очень разные есть прям такие высоченные ростом с человека 170 до двух метров величиной с величественным колосом это очень плотный такой высокий сам вот этот колос соцветий до 80 сантиметров само соцветия до оттенки опять же очень разные и белый и голубые и темно-синие и двухцветные окраски есть и даже розовые появились и очень-очень редкая красная окраска то есть вот ну буквально тут целый палитра вот этих вот крас что нужно сказать о подзимнем посеве то есть вот это промораживание семян воздействие минусовыми температурами длительные воздействия минусовыми температурами она может вызвать мутацию холодовую так называемую и цвет может измениться у вашего дельфиниума то есть если вы например собрали семена с розового дельфиниума или купили семена в магазине сорт розовый да то вполне возможно что у вас он будет голубым то есть он как говорят вот специалисты сваливается этот цвет сторону естественной природной окраски а в природе обычно это голубые синие может быть слегка фиолетовые оттенки вот такие но это не факт конечно что у вас обязательно это произойдет но к этому нужно быть готовыми теперь вот смотрите вы вот эти вот семена покупаете когда в магазине смотрите тоже оттенки этого синего цвета бывают разные я уже сказала очень ярко голубые дальше с более насыщенной темной окраской опять же вот эти фиолетовые вот знаете если вы поклонники этой культуры а я собираюсь побольше дельфиниумов покупать то я советую все их вот приобрести вы не представляете как это невероятно красиво смотрится когда вот они вместе посажены белые очень красивые дельфиниумы это просто сказочные вот какие-то ну я не знаю у них еще и волнистые краешки лепестков бывают и махровый сам цветок бывает розовые тоже очень красивые есть более низкие дельфиниумы которые всего 80 сантиметров имеют от земли вместе с цветоносами то есть это тоже пожалуйста имейте в виду вот при выборе вот этих дельфиниумов теперь все-таки приступаем к посев смотрите вот земля не случайно взяла совочек и и сейчас не вскопаешь ничего если вы хотите сеять там бороздочками все правильно делать как вот положено да то вы что должны были бы сделать заранее когда была земля еще мягкой поддавалась обработки то есть это стояла плюсовая температура в эти до бороздочки должны были подготовить и очень желательно фанеркой даже как какой-то накрыть чтобы осадками эти бороздки у вас не размывались сейчас мы эти бороздки никакие сделать не можем да и не нужно я уже неоднократно сеяла таким способом у нас есть ролик о посеве и хиноцея точно таким же способом у меня все прекрасно взошло смысл какой смотрите мы сейчас вот они такие черненькие семена вот мы сейчас 7 просто это поверх нас на вот так вот таким образом поверхностно посеяли а дальше мы это присыпаем почвой заготовленной сухой рыхлой который у нас стояла дома и она не промерзла то есть это почва может быть какая-то либо садовые хорошие почвы рыхлой обязательно либо это почва вот как у меня сейчас вот такая заготовленная в магазине купленная да то есть это вообще такая вот качественная рыхлая земелька вот и и пожалуйста вот так вот присыпали вот и все дорогие друзья не полива никакого ничего здесь не нужно мудрить и опять же вот такой посев поверхностный он что дает мы когда бороздки с вами делаем мы можем сильно слишком заглубить семена здесь у нас этого не будет и у нас гарантированно эти семена должны взойти если только качество семян у нас хорошие но мы надеемся на то что вот наши семена собранные они хорошо вызрели и будут у нас сходу мы обязательно на это все весной посмотрим вот я одну такую деляночку сделала и вот рядышком точно так же я вторую вот так посею вот таким образом что еще нужно сделать для вот таких семян да просто напросто поставить какие-то колышки обвязать вот веревочкой у меня так много отмеченных местечек в саду чтобы я сама же на этом месте потом ничего не посадила или не посеяла вот сейчас я колышки никакие воткнуть не могу но я все равно надеюсь что чуть-чуть потепление у нас будет какое-то да я потом это все сделаю ну и потом вот у меня тут присыпана эта земелька и она все равно от нашей почвы отличается я запомню что я здесь сеяла вот такой вот несложный посев еще раз повторюсь дорогие друзья если вы не хотите чтобы у вас произошла вдруг мутация какая-то вот этих вот сортов дельфиниума да если вы купили розовый сиреневый белый чтобы они у вас не превратились голубые сети весной не экспериментируйте вот так вот с подзимним посевом кроме того в пакетиках семенами немного этих семян прямо на штуке нам сейчас кладут 10-12 вот этих семечек а всхожесть при подзимнем посеве она все-таки ниже чем весной потому что слабенькие семена они не перенесут вот этой зимы да поэтому вот видели сейчас как я достаточно загущено посеял и именно с расчетом на то что часть семян у меня может не взойти это естественный отбор в природе так действует то есть выживают самые сильные а вот а свои то семена не жалко чего жалить у меня еще вот они есть дома то есть вот такой вот посев пожалуйста сделайте либо под зиму либо храните их в холодильнике и будете сеять весной желаю вам чтобы у вас все получилось если вы также последуете моему совету пишите что весной у вас получится что весной у вас получится